Дэнди, Дэнди, мы чтаем Дэнди, Дэнди! Дэнди, играй в свет! Здравствуйте, дорогие мои юные и не очень юные друзья. Я приветствую всех поклонников видеоразвлечений, всех фанатиков компьютерных приставок и маньяков джойстиков. Да-да-да, есть среди вас и такие. Я сам, кстати, отношусь к этой огромной армии и с удовольствием вместе с вами проведу ближайшие полчаса в мире новой реальности, в мире компьютерных игр. Сегодня в нашей программе многочисленные грызуны от Микки Маусов до Леммингов в восьмибитном формате, а также чудеса на виражах, баскетбол всех мастей, а на закуску земляной червяк джим. Я приглашаю вас в восьмибитный формат. Ну что, счастливые обладатели восьмибитных приставок, наверное, ждёте рассказа о новых играх для ваших Дэнди Джуниор или Дэнди Классик. Сейчас всё будет. Сегодня у нас не восьмое марта, а сегодня у нас какое-то там, я даже уже не помню, августа. Но это неважно, потому что я объявляю сегодня женский день. Ну, не в полном смысле этого слова. Вы, конечно, не должны бежать дарить своей маме цветы и покупать своим сёстрам прианги. Просто сегодня все три игрушки для приставки Дэнди совершенно девчачьи, без всяких отклонений. Это Микки Маус. Микки Маус, часть четвёртая. Сафари в Литтерландии или в Букваляндии. И, наконец, Лемминги. Тут не стреляют, тут не убивают, тут не льётся кровь, как часто бывает в компьютерных играх, что мне, кстати, не очень нравится. Тут цветочки, лютики, одуванчики и всевозможная пыльца. Начнём с Микки Мауса. Так, как говорят, в порядке поступления. Микки Маус, где ты был? На фонтанке. Вот они, герои нашей игры. Два мышонка, один мальчик, другая девочка. И им предстоит пройти долгий и опасный путь по многочисленным этажам непонятного сооружения. В этом пути им мешают разнообразные враги. От простых тараканов до падающих люстр и взрывающихся сундуков. Я думаю, что многие из вас уже попытали своё счастье в этой игре. Это один из самых старых Микки Маусов в 8-битном формате. Но от этого он отнюдь не стал проще или менее интересным. Чем замечательен мир новой реальности? Тем, что мы можем легко оперировать временем, пространством и чувствовать себя очень удобно и тут, и там. Например, игра Микки Маус уже довольно давно была сделана. А игра четвёртая часть, Сафари в Буквалянде, сделана была спустя несколько лет. Так вот, мы давай сегодня изобразим, как будто, пока я буду рассказывать про игру Лемминги, эти самые несколько лет и пройдут. И потом вернусь в четвёртую часть Микки Мауса. Договорились? Итак, Лемминги. Самая моя любимая 8-битная игра и самая умная, на мой взгляд. Действительно, пройдут годы, а в 8-битном формате, я почти уверен в этом, не появятся столь интеллектуальные и захватывающие игры. Для 8-битного формата она вообще не характерна. Здесь недостаточно уметь давить на кнопку Б, чтобы стрелять, или на кнопку А, чтобы прыгать. Здесь нужно, как мы говорим, включать мозги. Вот сейчас, например, мы включили мозги и позволили Леммингам спуститься с огромной колонны и не разбиться, потому что в руках у них оказался зонтик. Огромное количество предметов вы можете использовать, и так или иначе, они обязательно пригождаются этим маленьким существам, которые, я думаю, являются никем другим, как грызунами. Жаль, жаль расставаться с такой великолепной игрушкой. До конца я её так и не прошёл. Что странно для 8-битных игр, обычно я их все раскалываю до самого конца. С этой так не получилось. Если вы умеете это делать лучше меня, и знаете какие-то секреты, то, пожалуйста, пишите мне об этом. Я с удовольствием ваши письма буду читать в нашей программе, и заодно помогу тем, кто тоже ломает голову над Леммингами и подобными непростыми игрушками. А сейчас прошли годы, прошли годы, и я приглашаю вас на сафари вместе с Никки Маусом в 4-ю серию его приключений в 8-битном формате в страну Букваляндию. Вообще-то мы против всякой охоты, а тем более сафари, когда беззащитные зверушки становятся жертвами заядлых охотников. Но в данном случае охота идёт только за буквами. При этом, конечно, Никки Маусу приходится расправляться с людьми, которые ему мешают в этом пути, но, уверяю вас, делает это он совершенно не кроваво, а как бы даже невинно. Собрав необходимое количество необходимых букв, вы должны составить тайное слово-пароль, и только после этого вы сможете продвинуться дальше. Не волнуйтесь, с первого раза у вас ничего не получится, как не получилось и у меня. Да, действительно, несколько лет, которые прошли между этими двумя играми, положительным образом сказались на качестве последней игрушки. Действительно, все возможности 8-битного формата здесь, на мой взгляд, использованы. Ну, может быть, немножко бы я ещё поработал над музыкой и звуком, но, на самом деле, какая там работа. Кстати, в позапрошлой, кажется, программе я вам показывал видеокассету, которую мне любезно прислал Алексей Петухов из Приморского края. Ещё раз приношу ему благодарность, и я очень внимательно проработал вопрос, который он мне задавал. Где найти и как купить компьютер для производства видеоигр? Ты знаешь, Алексей, дорогой мой, хочу тебя расстроить. Несмотря на всё твоё желание самому рисовать и программировать игры, у тебя в ближайшее время это не получится. Над компьютерными игрушками работает целый коллектив художников, программистов, инженеров, и причём работают они на очень дорогой профессиональной аппаратуре, которая называется Silicon Graphics. Это очень такой объёмистый ящик, очень мощный компьютер с огромным высокоскоростным процессором, и я тебя прошу эту идею пока оставить. Даже нам в наших телевизионных условиях не под силу заниматься такой сложной работой, как компьютерная графика, а игрушки это есть не что иное, как в чистом виде, ну, может быть, не самая сложная, но очень кропотливая компьютерная графика. Поэтому, извини, Лёша, но ты лучше учись хорошо и присылай нам новые кассеты с новыми игрушками. Ты нам очень здорово помогаешь. Ну, а мы с вами переходим в 16-битный формат, долгожданный сеговско-нинтендовский форматище. Что-то сегодня для приставки Сега у меня оказалось в руках только два картриджа. Зато какие, какие это великолепные изделия. «Чудеса на виражах» и «НБА Шоудам». Одна игра чисто спортивная, потрясающее шоу. Те из вас, кто любит баскетбол, будут играть в эту игру с огромным удовольствием. Ну, и я даже, который никогда, признаюсь честно, за всю свою долгую жизнь так и ни разу не кинул мячик в баскетбольную корзину, и то с огромным удовольствием чувствовал себя Майклом Джорданом, Шакилом О'Нилом и другими звездами мирового баскетбола. В основном, конечно, американского. «МБА» — это National Basketball Association, то есть Национальная баскетбольная ассоциация. Чисто американская игра, производство фирмы «Электроник Артс» и его отдела, вернее, отдел этой фирмы, спорт, спортивного отдела. Дело в том, что «Электроник Артс» довольно давно уже на рынке компьютерных игр, да, пожалуй, одна из самых уважаемых и известных фирм. Так вот, развиваясь и расширяясь, они вдруг поняли, что без специального спортивного отдела департамента в своей фирме им не обойтись. И с тех пор все спортивные игрушки «Электроник Артс» выпускает с надписью «EA Sports». Чтобы вы об этом знали. И даже если вы не очень хорошо понимаете, о чём игра, посмотрите на эту верхнюю надпись и всё поймёте. Значит, это спортивный имитатор. Очень мне приятно, что в картридже в качестве подарка вот такой вот постер. Посмотрите, какая прелесть. Как хорошо его повесить где-нибудь над кроватью или над письменным столом. Видите здесь, что изображено? Все, в общем, спортивные атрибуты американского спорта. Бейсбольная бита, перчатки, кроссовки, ловушки для мячей в бейсболе, какие-то тут каски, шлемы, хоккейная перчатка, теннисный мяч, мячик для гольфа. Тут выглядывает маска вратаря. В общем, очень качественный фотоснимок. И, прежде чем начать эту игру, вы, конечно, повесьте этот постер на стену, а уж потом открываете коробочку, доставаете картридж, и, с Богом, в мир профессионального баскетбола. Я, показывая вам эту игру, преследую более сравнительные, чем познавательные цели. Объясню, о чем речь. Через несколько минут в нашей программе будет точно такой же баскетбол в формате Супер Нинтендо. Поэтому хорошенько запомните качество картинки и содержание самой игры, для того, чтобы сравнить эти два, казалось бы, одинаковых 16-битных игровых устройств. Ну, а что касается самой игры, то тут все довольно просто. Обычный баскетбол с настоящими взрослыми правилами. Играть можно одному с компьютером, можно играть с товарищем, но можно просто включить демонстрацию и посмотреть, как ловко, ну, может быть, немножко угловато бегают и прыгают эти замечательные игроки в белых и сиреневых формах. Посмотрим Супер Нинтендовскую и тогда сравним и сделаем окончательный вывод. Здесь создатели игры сделали главный упор на полной имитации баскетбола. То есть, команды полные и зрители, и шумы, и фоны от этого, конечно, немножко пострадали. Как пострадало и движение самих игроков. Когда мы с вами посмотрим Супер Нинтендовскую игру, вы поймёте, о чём мы говорим. Немножко расстроило меня то, что нельзя в эту игру играть вдвоём. Потому что баскетбол — это, конечно, игра командная. Но и компьютер, между прочим, составляет вам такую конкуренцию, что ого-гошечки, ого-го. Там есть специальная функция, там можно просто без игры демонстрировать чудеса техники, прыгать выше корзины и с поворотом тела, знаете, туда этот мяч забивать. Но это была баскетбольная игра, а это чудеса на виражах. Причём радует меня сразу надпись сзади. One or two players, то есть один или два игрока. Это 16-битная, великолепная игра, которая вас приглашает окунуться в бесконечные, ну, конечно, не бесконечные, но всё-таки очень долгие и увлекательные приключения вместе с медведем Балу и малышом. Тем самым малышом, который всё время помогает своему толстому старому другу выпутываться из различных опасных ситуаций, в которые тот, я имею в виду толстый, с большим удовольствием всё время норовит угодить. Итак, чудеса на виражах по мотивам известного мультипликационного фильма. Прежде чем вы оседлаете настоящий самолёт, вам предстоит пройти несколько испытаний, в которых вы должны доказать, что вы способны быть пилотом и штурманом. Вы попадаете в морские глубины, выбираетесь из них, подвергаетесь нападениям ядовитых змей, применяете различные лекарства и антидоты, чтобы спастись от их укусов, но, конечно, укусы змей и подводных чудовищ не безболезненны. Они обязательно поедают вашу эмерку. Ну, а это самолёты. Как известно, первым делом самолёты, ну, а девушки, бабушки, дедушки, всё остальное, это всё потом. За штурвалом этого красавца лётчик Балу, который вдруг неожиданно попадает на землю, и тут те же самые змеи, египетские пирамиды и постоянная опасность. Посмотрите, как стремительно тает здоровье нашего героя. Осталось, по-моему, всего пару кубиков. Но дело в том, что играть в эту игру можно и одному, и вдвоём, и в любом случае, какие бы змеи вас тут не покусали, нажимаете кнопку Reset и начинаете игру сначала. Это очень сложный уровень, вам предстоит летать в пещерах. Сверху сталактиты, снизу сталагмиты, в руках штурвал, а в сердце отвага. Ну что ж, и этих двух игрушек, мне кажется, было довольно сегодня для формата Sega, потому что я знаю, что в глубине души все вы ждёте самого главного и самого дорогого. А что у нас с вами самое главное, самое дорогое. Я имею в виду в мире новой реальности, конечно, а не в общей нашей жизни. Это маленький, компактный геймбой и большая, супер качественная приставка с супер Нинтендо. Выбирай на вкус. Главное, это уход за своими игровыми системами. Многие, знаете, понакидают картриджи на пол. По ним потом мама с папой пройдут пару раз, кошка с ним поиграет, собака на них что-нибудь посмотрит и отойдёт. Это никогда у меня не бывает. Я всегда с большим вниманием, с большой аккуратностью отношусь и к картриджам, и к приставкам, ну и, конечно, к устройству геймбой. Правда, однажды, я вам признаюсь по секрету, он у меня упал. Мой маленький геймбой упал. И когда я его включил, на экране было пусто. Я пришёл в ужас, потому что подумал, что всё, пропали мои денюжки, и геймбой мой больше никогда не зальётся весёлой музыкой, не замигает своим зелёным экранчиком. Но я открыл отделение, где батарейки, и немножко так их покрутил вокруг себя. Оказалось, что во время падения одна батарейка немножко выскочила, и контакт ушёл. И к моей вязчей радости геймбой снова загорелся, по экрану прошла такая полоса, знаете, тех из вас, у кого есть геймбой, наверное, полоса тоже возникает. И всё, он начал работать, и у меня от сердца отлегло. Но с тех пор я ни разу его не ронял, и думаю, что и не уронил, потому что то испытание, которое я пережил, я больше не хочу переживать. Сегодня у нас с вами, как обычно, три игры. Тетрис и он практически ничем не отличается от всех остальных Тетрисов. Yoshi's Cookie Куки по-английски печенье, Yoshi так зовут друга Супер Марио маленького динозаврика. А вот в этом картридже целых пять игр. Называется он Game Boy Gallery. Там целых пять игр. Давайте с него и начнём. Пять игр. Перечислю их названия. Болл это мячик про жонглёра. Вермен приключение мальчика по имени Вермен. Флагман пират, обладающий искусством флажковой азбуки. Manhole человеческая ловушка, яма и, наконец, цементный завод. Видите, целых пять игр в одном картридже. По-моему, это очень удобно. Включаем Game Boy. Game Boy включился. И начинаем играть. картридж Game Boy Gallery отличный подарок на день рождения вашему школьному товарищу или соседу по лестничной площадке. С радостными глазами он схватит картридж, начнёт его целовать, откроет коробку, но и только вставив его в приставку, немножечко радость его паутихнет, потому что он обнаружит, что это набор очень простых, но от этого не менее интересных игрушек. Первый был жонглёр, а сейчас вам предстоит преградить дорогу хищным кротам, которые роют ямы и норовят съесть ваши урожаи в виде репок или стеколок. Ну, а это обыкновенный тетрис. Все вы, наверное, прекрасно знаете, что тетрис это русское изобретение. Нарисовал, придумал и записал эту программу наш инженер. Послушайте, какая музычка. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это коробочка. Ну, а это Yoshi's Cookie. Немножко напоминая тетрис, вам нужно составить пирожные, тортики, печенье, коржики и рогалики в строгом соответствии с задачей. И тогда очки и победа. Время неумолимо. Оно зовёт нас к самому главному нашему пульту, к самому главному джойстику, о котором можно только и мечтать. это Супер Нинтендо. Боже мой, где мои камниши? Скорее, скорее, всё на месте, приставка. Всё, время передачи неумолимо, оно неумолимо, оно жестоко, оно буквально просто бежало. Поэтому, ой, я глубоко беру дыхание, потому что знаю, сейчас оно мне очень понадобится. Дыхание – это кислород. Кислород – это воздух, воздух – это лёгкие, лёгкие – это не тяжёлые. Вот сейчас у меня в руках игрушка, которая называется NBA Jam. 100 тысяч пятьсот в 85-й раз повторяю, что такое NBA. NBA – это National Basketball Association в Америке, или, как по-нашему говорят, Национальная Баскетбольная Ассоциация. А джем – это по-английски всё, что угодно. от пробки на дорогах до варенья. Я, кажется, уже это говорил в прошлой нашей передаче относительно баскетбольной игры для геймбоя, но всё равно. Вы же любите, когда я болтаю. Открываем этот картридж. В нём по весу должен быть битпостер. Нет, постера нет. Значит, не положено. Ой, а тут-то, мама дорогая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, Мама дорогая. 24 игрока? Вы можете выбрать и играть в баскетбол любым из них. От Майкла Джордана до какого-нибудь там Шакила О'Нила. Поехали. Кроссовки надели все? Надели. А как скрипит под кроссовками лакированный пол баскетбольной площадки? Помните, я несколько минут назад рассказывал вам о сеговской игре NBA-баскетбол? А вот сейчас NBA-джем. И совершенно очевидно, что все, что я говорил, полная правда. Ну, во-первых, на площадке по два игрока с каждой командой. Такого не бывает в баскетболе, скажете вы. А это не баскетбол. Это трюковой имитатор этой замечательной очень популярной в Америке игры. И посмотрите, как отличаются движения спортсменов, полет мяча и даже фаны. Посмотрите, некоторые зрители хлопают в ладоши, а некоторые умудряются даже щелкать вспышками своих вот аппаратов. На это, конечно, ушло много памяти, но сколько ее освободилось в связи с тем, что компьютеру не нужно поддерживать движение целых шестерых игроков. Хорошая игрушка, очень рекомендую. Вот так блестяще я закончил этот маленький тайм в баскетболе или раунд или период. А, в баскетболе периоды, я вспомнил. Я очень хорошо задаваюсь в спорте и только что вспомнил, что в баскетболе игра делится на периоды, как и в хоккее. В футболе она делится на таймы, таймы делятся на секунды, не думая о секундах свысока, приходит на ум песня, и, конечно, приходит на ум светлый образ червяка по имени Джим. Вот этот светлый образ у меня здесь на картридже изображен. Тут написано «Кушайте грязь». Эта надпись, довольно обидная на первый взгляд, должна вдохновить игроков на подвиги. Действительно, девять уровней этой совершенно безумной истории, это я вам гарантирую, что история совершенно безумная, где увидели червяка Супермена. Вот. Так вот эти девять уровней вам предстоит пройти и я не думаю, что это будет просто. Итак, отправимся в подземные глубины вместе с червяком Джимом. И как написано на картридже, ешьте грязь. Вот такой своеобразный юмор у американских создателей компьютерных игр. Мне он, честно говоря, не очень понятен. Ну, зачем нам есть грязь? Хотя, если земляной червяк, то значит, земля его родной дом. Там он спит, ест, пьет и, конечно, проявляет свои великолепные суперменские качества. Обратите внимание на потрясающую графику и исполнение хотя бы самых примитивных, казалось бы, фонов, ни на что не влияющих. Посмотрите, как точно передана структура подземной обители, в которой живет червяк Джим, и как потрясающе точны и мультипликационны его движения. Блюшка полна юмора, начиная от призыва есть землю, кончая разнообразными гримасами, которые исполняет этот паренек. А это уже просто невероятно. Полет на космическом мотоцикле в черной дыре. По последним данным, эта игрушка подбирается к высшим строчкам хит-парадов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, судя по тому, как я играю в эту игрушку, да и во все остальные, есть мне грязь до конца нашей передачи, то есть, еще 30 с небольшим секунд. Совершенно правильно наша передача подошла-таки к концу, несмотря на все попытки сделать ее бесконечной. Но ничего страшного, до встречи в следующую пятницу. Уж там-то мы с вами разгуляемся на всех 8-битных и 16-битных форматах, потому что бесконечен мир новой реальности, мир компьютерных игр. Игорь Негода. Игорь Негода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова